Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Перестрелка в Самаре. Полицейские задержали возможных поджигателей автомобилей. К концу года в состав Росгвардии войдут ОМОН и СОБР. Губернатор Николай Меркушкин встретился с начальником регионального управления Василием Глотовым. Судак – настоящий полковник, десерт – нежная рапсодия. Комбинаты школьного питания представили блюда на конкурсе профмастерства. Перестрелка в Куйбышевском районе Самары. Полицейские в ходе спецоперации задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к поджогам автомобилей. Один из подозреваемых, отчаянно сопротивляясь, начал стрелять по стражам порядка из травматического пистолета. В результате ранил двоих оперативников. Полицейским пришлось открыть ответ на огонь из стабильного оружия. Нападавшего обезвредили одним выстрелом. Стражи порядка оказали горе-стрелку первую помощь, затем передали врача. Его менее дерзких сообщников доставили в отдел полиции. Региональный следственный комитет воспудил уголовное дело. Ведется следствие. Губернатор Николай Меркушкин встретился с начальником регионального управления Росгвардии Василием Глотовым. Он рассказал главе региона, что в настоящий момент успешно завершен первый этап формирования территориального управления. Оно прошло без потери боеготовности. Ожидается, что к концу года в его состав войдут сотрудники ОМОНа и СОБРа. Василий Глотов также отметил, что сейчас особое внимание уделяется подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу. Сотрудники управления принимали участие в проведении летней универсиады в Казани, имеют опыт работы на крупных мероприятиях международного уровня. Некоторые сотрудники привлекались и в Москву для проведения массовых мероприятий. Опыт работы у ребят есть хороший. У них есть на храм, мы сейчас подучим в рамках и будем готовы. У нас есть уверенность такая, что мы справимся и здесь даже сомнений быть не можем. Росгвардия отметила свой первый день рождения. Новая федеральная служба войск была образована в начале апреля прошлого года. Основные задачи новой структуры внутренних войск – участие в охране общественного порядка и борьба с терроризмом и экстремизмом. На торжественном собрании в Театре оперы и балета за добросовестную службу лучшие военные получили награды от губернатора. На церемонии награждения побывала Лариса Шалафаст. Почетную грамоту губернатора за отличную службу получает оперуполномоченный по особо важным делам Александр Королев. На службе он уже 19 лет. Много раз принимал участие в спецоперациях. За последнюю в Дагестане награжден медалью за отвагу. Защищать родину – это призвание, говорит Александр. Профессия опасная, но в другом деле он себя не представляет. К этому идем на всю жизнь. Лучше мы будем профессионалами приховать жизнями, чем срочник, солдат какой-нибудь. Мы же знаем, как делать, как штурмовать, как задерживать. В этом году Росгвардия отмечает свою первую годовщину. Новое формирование на базе внутренних войск создано по инициативе президента 5 апреля прошлого года. Задачи, они обредны в указе президента Российской Федерации, который определил создание войск национальной гвардии. Их более десятка задач. Основная – это борьба, наверное, с терроризмом, потому что ее можно выразить и обобщить таким образом. И со всеми проявлениями, которые имеют место в дестабилизации общества в целом. В своей приветственной речи глава региона особенно отметил. В Национальной гвардии собраны лучшие из лучших представителей силовых органов страны, которые способны решать самые срочные задачи. Без подобных подготовленных подразделений гарантировать будущее нашей страны, гарантировать то, что у нас будет все спокойно в сегодняшней жизни – это просто невозможно. Поэтому мы должны сегодня дружно все вместе поздравить людей, которые в этих частях, в этом подразделении служат, пожелать успехов, пожелать, чтобы все шаги, которые все шаги пока делаются первые, они сделаны были правильные. Гвардейцы, которые особо проявили себя на службе, получили благодарственные письма и почетные грамоты губернатора. Также со сцены звучали слова благодарности и пожелания мирного неба над головой. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Судак фаршированный, настоящий полковник, десерт «Нежная рапсодия» и десятки самых разных кулинарных изысков. Комбинаты школьного питания представили свои авторские блюда на конкурсе профессионального мастерства. Это первый такой фестиваль в Самаре. Его задача – показать, на что способны повары и дать им возможность обменяться опытом. С организаторами и участниками пообщался Олег Зверев. Буфетчица Зинаида Арчибальдовна, а вне шоу Ольга Кукуева, ведущие городского кулинарного конкурса. Впервые в Самаре соревнуются комбинаты школьного питания. Место действия – новая школа номер 7. Это, пожалуй, самый ответственный кулинарный поединок. Да и конкурсанты – настоящие мастера своего дела. Это грибрические номера, понимаете, кулинарного искусства. Монефик. Настолько превосходно, что нельзя не влюбиться. Креативная идея – вход для участников на фестиваль через буфет номер 5 советского типа. На самом деле требования к предприятиям только современные. Школьным поварам доверяют самое дорогое, и они должны строго выполнять правила по белкам, жирам, углеводам и витаминам. Современные стандарты четко обозначают содержание здорового питания. В школьных столовых уже не подают жареную колбасу с макаронами. Первое, второе, третье должны соответствовать самым строгим требованиям. И не менее важен внешний вид. Каждое блюдо должно быть оригинально оформлено. В состав жюри входят не только профессиональные дегустаторы, но и руководители ответственных городских подразделений. Не факт, что каждый из этих кулинарных шедевров появится на столе у школьников. Но авторы должны показать свое мастерство во всей красе. А пока официанты преподносят блюда на оценку, их создатели томятся в ожидании. Из года в год требования повышаются, но они повышаются по нескольким критериям. Это должна быть калорийность, должна быть насыщенность, должно быть разнообразие пищи детей. И должно присутствовать немножко хотя бы домашние клубни. Сегодня комбинаты школьного питания должны работать в тренде мировой кулинарии. Их главный эксперт – простой самарский школьник. Важно и приготовление блюда, качество блюда, и, конечно, внешний вид, заинтересовать ребенка, чтобы это было в красивой тарелочке подано. Какой-то десертик, запеканка, чем-то политый, фрукт положен. Тогда дети лучше едят. Венский вальс «Пацаны без конкурса» фестивалю придает очень высокое значение на уровне города. Культурные программы соответствуют. Именно на таких конкурсах специалисты могут не только себя показать, но и у других поучиться. Большой набор блюд, пять команд. Это и первое, второе, и десерт. То есть каждый член жюри, то есть 15 подходов было у него. Я сегодня, например, ощутил себя, как будто я попал в какой-то там мишленовский ресторан, где всего много, но помалу. Очень высокое качество на самом деле. Это первый в Самаре подобный конкурс. В дальнейшем он станет традиционным. Чтобы каждый мог отстаивать с честь своей школы, подтверждая известную истину, что не красна изба углами, а красна пирогами. Олег Зверев, Константин Коловин. События. Далее коротко о других событиях дня. Вадим Кужилин и соучастники выплатят в мэрии Самары 59 миллионов рублей. Областной суд признал законным решение о взыскании этой суммы с девяти фигурантов громкого дела. Напомним, Кужилин вместе со своими подчиненными организовал схему вывода квартир из муниципальной собственности. Квадратные метры оформлялись на социальных граждан, а затем перепродавались. Часть квартир удалось вернуть сразу, их просто не успели купить. Всем фигурантам назначены реальные сроки лишения свободы. Кужилин получил 8 лет колонии общего режима. Стали известны причины газовой атаки на православный храм в Самаре. Газ распылила 48-летняя женщина из-за конфликта с 27-летней девушкой. Его суть не сообщается. ЧП произошло в храме на улице Карбышева, когда в нем находилось множество горожан и священнослужителей. К счастью, никто не пострадал. Известно лишь, что нападавшая была задержана силами прихожан, после чего была передана в руки полицейских. В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице. Это произошло в субботу 1 апреля. Случайные прохожие обнаружили девушку без сознания во дворе одного из домов по улице Зеленой. Горожане вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. По словам очевидцев, специалисты оперативных служб быстро прибыли на место. Медики пытались реанимировать пострадавшую, однако она уже была мертва. Предположительно, она скончалась из-за гипотермии, то есть переохлаждения. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции. С 1 апреля в Самаре стартовала народная инвентаризация. Ее цель – создать реестр бесхозных зданий и помещений, пустующих земельных участков на территории города и выявить, насколько можно их использовать. Акция будет реализована на базе портала «Моя Самара». Кроме того, при помощи этого сервиса жители, оставив отметку на карте, могут сообщить о любой существующей проблеме – несанкционированных свалках, проблемных участках дорог. Здесь же жители смогут отследить, как решаются их проблемы. МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре. В понедельник, 3 апреля, сохранится облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Днем в большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, ночью местами порыва 15-18 метров в секунду. В МЧС напоминают, что в такие дни следуют страницы, линии электропередач, деревьев, щитов, рекламы и витрин. Водители машин призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию движения, особенно в условиях гололеда. По информации Гидрометцентра России, до 10 апреля средняя температура воздуха ожидается на полградуса ниже средних многолетних значений. Самара зажгла синим. В Международный день распространения информации об аутизме на улицах города раздавали листовки и воздушные шары. Аутизм – это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. По данным Минздрава России, в нашей стране диагностировано более 7,5 тысяч детей с этим синдромом. От аутизма не застрахован никто. Выявить это заболевание на стадии внутриутробного развития невозможно. Чаще всего аутизму подвержены мальчики. Корректировать заболевание можно, для этого есть специальные методы обучения. Но в обычных общеобразовательных школах для таких детей программы не предусмотрены. Родители ребят с аутизмом говорят, что несмотря на особенности таких детей, нельзя закрывать их дома. Для них очень важно общение. Мы раздаем листовки, где коротко описано, какие проблемы могут встречаться, что этот человек может казаться, что он вас не слышит, он не выполняет ваши просьбы, он странно повторяет слова или выполняет какие-то странные действия, но это не значит, что он плохо воспитан, у него есть трудности, нужно отнестись с пониманием. Энергия, цветы и абстрактные образы. Цветы и птицы, как живые, смотрят на зрителей с картин. В фойе кинотеатра художественной открылась персональная выставка Алены Самарцевой. Как выглядят весенние метаморфозы, узнала Марианна Мирная. Весной женщина становится особенно прекрасной, уверена художница Алена Самарцева. После протяженной зимы и шерстяных кофт хочется легкости и невесомости. И здесь в бой за красоту вступает мягкий и нежный шелк. Наши женщины, восхитительные российские, да и не только российские женщины, которые всю зиму в средней полосе ходят, укутанные в платках, в шапках, в шубах. Когда начинается весна, они же просто расцветают. И уже на деревья никто не смотрит. Все смотрят, конечно, на них. Вот, наверное, это и есть весенние метаморфозы. Павлины, морские ракушки, конечно, цветы. Легкие, изысканные, словно сотканные из света. В работе художница использует натуральные материалы, ткани и краски. Поэтому на картины приятно не только смотреть, но и прикасаться. Безусловно, живопись должна радовать глаз. Но картины могут висеть не только на стенах. Весна – это время экспериментов. Почему бы не написать картину на шелке и не украсить ею собственный облик? В экспозиции можно увидеть работы в разных техниках. Это и уже знакомый батик, и новое увлечение художницы. Акварель. Выставка продлится до 17 апреля. Мариана Мирная, Василий Калдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. На дачу новым маршрутам. Организацию дачных перевозок на время ремонта Южного моста обсудили в мэрии. Знак ГТО на груди у него. Золотые знаки отличия вручили самым активным физкультурникам Самары. Обещали холить или леять спортивные организации, учебные заведения и учреждению культуры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok